3, 4, 6, 7, 8, 1, 2, 3 Айнура Тилиушева очень активная и творческая личность. Всю жизнь она любила танцевать и не сидела на месте. Женщину никогда не останавливало инвалидное кресло, и несмотря на состояние здоровья, она смогла открыть первую в Кыргызстане танцевальную школу для ЛОВЗ. Изначально Айнура планировала принять участие в танцевальном конкурсе, но после постановки танца ей очень понравилось, и она решилась на открытие школы танцев. Так в сентябре прошлого года и появилась первая инклюзивная студия. Помещение выбирали особенно тщательно, чтобы были все необходимые условия для проведения занятий и удобного доступа к зданию. Айнура рассказала, что танцоры планируют поехать в Финляндию для того, чтобы представить Кыргызстан на международных соревнованиях и показать всем наш национальный танец. У нас разные направления, но именно по конкурсу, по параолимпийским бальным танцам мы занимаемся, уклон делаем на бальные танцы. Потому что именно по этой категории мы должны заниматься бальными танцами. Но сейчас у нас уже есть несколько, мы поставили танцев, они не бальные, больше контемпорари, что-то такое, фристайл, да, более такой, свободный стиль. Вот собираемся на конкурс в Финляндию, он будет в августе проходить. Там мы собираемся показать кыргызский танец. Мы сейчас ставим кыргызский танец, мы будем в национальной одежде, хотим показать, что Кыргызстан продвигается, и мы тоже можем красиво танцевать. В студии занимаются не только ЛОВЗ, но и дети, и взрослые без колясок. Но все же большое внимание уделяется именно танцам на колясках. Всего специальных колясок в студии четыре. Их помог приобрести фонд «Абелис». Такие коляски стоят около двух с половиной тысяч евро и отличаются тем, что более легкие, подвижные и позволяют совершать маневры. Всего сейчас три человека приходят на занятия. Так, у Кеймур Аталиева приходит на занятия с большим воодушевлением, рассказывая, что к танцам относятся серьезно. И планируют и дальше профессионально заниматься танцами. До сего года никогда не думала, что я буду танцевать. Ну, потому что я видела танцевальные чемпионаты классические, да. И поскольку я всегда любила это, я думала, ой, как красиво. Но, наверное, там, смотрю-смотрю, а как-то никогда это к себе не привязывало. Я люблю румба и ча-ча-ча. Ну, когда нужно учить, то в неделю мы все равно базовые, разные движения учим, да. И у нас, в общем, винегрет у нас есть, и классика, и больные руки, когда разогрев. И что прикольно, наш разогрев сам по себе очень активный. И танцы активные. Работа в студии не обходится без поддержки. Так, ребята в ноябре прошлого года ездили в Санкт-Петербург на мастер-класс для дальнейшего развития. И поездку оплатил аппарат президента. А помощь с арендой и оплатой работы тренера оказывает Министерство социального развития. Также не обходится без поддержки социальных фондов. Но самым важным здесь является работа хореографа. Так, профессиональный балетмейстер признался, что сначала испугался предложения тренировать. Но сейчас очень рад подобной возможности. Работать с ними весело, интересно. Они, наоборот, вдохновляют меня. То, что они делают, не сидят на месте, на трех работах. В зал приходят, успевают. И там постоянно шутим. Ухожу после работы, после репетиции, такой вдохновленный. Планы на дальнейшее развитие у студии большие. Так, команда ездила в ООЖ, так как там тоже есть люди с желанием открыть подобную студию. А в Бишкеке планируется сделать целый творческий центр для людей с ОВЗ. И для наших танцоров, которые могут заражать позитивом всех окружающих, это еще не предел. Алина Хайдаршина, Джентай Макенов, Пирамида.